Артур, от меня, от нашего спонсора, тебе подарю Тауренс, это критеричный комплекс, спасибо, это тебе для подготовки. Смотри, Артур, насколько я знаю, ты в спорте в общем с 6 лет, и каково это? Знаешь, я могу другое сказать, я не знаю, как можно не быть в спорте, понимаешь? С детства, да? Ну да, я просто бывал постоянно в спорте, меня с самого детства отец начал гонять, так как он сам был спортсменом, в спортивной семье, у меня и мама в спортсменке была. А отец каким видом гонять? Ну они оба легкоплеты были, поэтому отец с детства меня по утрам меня с братом гонял, заставлял тренироваться, поэтому в голове у меня подсознание сложилось, что это нужно. То есть это порядка вещей. Ну это, можно сказать, стиль жизни уже. Бывают люди, которые уже не могут без этого. У меня вот, когда учился в военном институте, то есть когда я курсантом был, у нас был один полковник, ярмолай, он чемпион Европы по легкой атлетике. И он, мы с ним очень хорошо работали, он нас тоже там гонял много, легкая атлетика тоже, в училище. Вот, но у него была такая вещь, что если он по утрам, вот одно утро он пропускает, он заболевает. Он реально заболевает. У него все кости, все мышцы начинают болеть. До того момента, когда ты пришел в военний институт в Москве, я так понял, у тебя уже база была? Ну да, я с детства начал ходить на борьбу, потом перешел на 5-2-го. То есть была какая-то определенная база. Вот смотри, ты в интервью говоришь, что ты пришел в военный институт и в военном округе, да, вот в Москве, в Московской области неоднократно стал чемпионом. Это сразу получилось или на втором курсе, на третьем? Нет, ну, естественно, это не сразу получилось, это, ну, сказать, я год-полтора тренировался там. Ну, там Тайк-Лондон не было, я перешел на армейский рукопашний бой, то есть там уже более смешанно получается борьба и бокс, блоки. Вот, я, ну, на первом курсе же стал чемпионом училища, там тоже такой кондигент был, не слабый листик. Вот, ну, потом начал ходить на бокс тоже, в секции, по боксу тоже выступал на раз. Ну, на боксе ходил чисто, это, руки ставить, я смешал. Ну, смотри, когда, допустим, с одного вида переходишь на другой, да, вот у тебя получалось так, что ты был в Тайк-Лондон, в Тайк-Лондон, потом перешел на армейский вид, да, ну, это по-большому так считается, тебе не было сложно? Я это воспринимал как драку, я вырос человек на фамилии, у нас там, традиция, можно сказать, там всегда взрослые нас ставили друг против друга, мы постоянно в традиции, исходя из этого, думаю, несложное дело. Ну, а потом уже как со временем осознаешь, что это спорт, что там не только драться, там еще что-то нужно уметь. Я вижу тебя, да, вот такого вот спокойного атлета, да, который, допустим, когда доходит дело, да, допустим, когда клетка закрывается, тогда уже начинается вот этот показать себя. То есть все равно эта среда на тебя не повлияла? Нет, среда это, поначалу, знаете, поначалу, например, когда я выходил на Олимпию, я, как уже выразился, я смотрел на соперника, как на врага, можно сказать. Сейчас уже другое, сейчас смотришь, как на противника, то есть смотришь, как на атлета, а не на врага, например. Это плохо? Ну, раньше тебе это помогло как-то? Помогло, да. Я понимаю, военные училища – это дисциплина, это будет порядок дня и все такое. Ты вот таким спокойным, скажем, дисциплинированным стал после военного училища или же ты был до этого таким же? Не знаю, я таким же. Военные училища, там, естественно, там дисциплина, в первую очередь, так сказать, это еще и поступали, например, все говорится. Знаешь, меня вот мучает один такой вопрос, почему ты не стал военным? Ну, у меня был выбор между военным и спортом. Спортом. Не жалеешь я в своем выборе? Никак. После военного училища ты попал в клуб «Чечни. Война». Правильно? Ну да, в Москве был открытся клуб «Война» под руководством Ахмеда Мусаева. Он до сих пор тренирует клуб «Ахмад», который называется «Ахмад». Ага. А раньше это был один клуб. Мы сейчас разделимся. Ну, там нету разделения особо. Просто там есть определенный тренер, который тренирует нам одни, например, в клубе «Ахмад» и в этом «Беркуте». А наш тренер, вот мой, который Ахмед Мусаев, он сейчас тренирует клуб «Ахмад». Хотя, поначалу, когда Ахмада не было еще, в «Войнах» клуб переименовали потом в «Дикую дивизию», потом переименовали ее «Беркут», а потом вот сейчас стал «Ахмад». Ахмад. Ты тренировался именно в Москве или ты уехал в Чечню и там тренировался? Нет, нет, в Москве, в Москве. Да, это московский тренировок. А они как-то отличаются от нашей подготовки? Или у них есть больше возможностей, есть какие-то преимущества? Для меня, они такие же ребята. То есть нормальные, обычные, сомневанные ребята. Они просто относятся к своей работе более серьезно. В это время тренировался там тот же Адлана Магов, Зубайрата Хуглов. Они, которые сейчас берутся в ЮЭЦ, заходят в зал, они пашут. А независимо от того, какой статус они, то есть когда они на тренировочном площадке, они пашут по массам? По крайней мере, в нашем кругу так было. Ну, все пахали. Ты примерно помнишь, сколько боев ты провел вот в те времена, когда ты был вот именно в этом кругу? Точно сказать не могу, но тогда мы начали еще там, в 2002-2003 годы. Тогда еще это, особо, бою не были газеты. Проводились там какие-то в определенных местах, там даже незаконные бои были. Ага. Потому что уже выступали, но не было здесь. Хорошо платили? Ну, сколько? Тогда же еще ни разу. Ага. Сейчас начали, думаю. Самый твой неудачный год в сфере вот этого боев, как ты думаешь, какой был? Год, я думал, в 2014. В 2014? Начали все хорошо, я выиграл. Могу и потом два боя подряд, подряд проверил. Буквально сказать, с чем это там может быть связано? С подготовкой или стресс? Да, с подготовкой. Я просто уже в 2014 году уже жениться. Это мне не мешало, но я более сконцентрировал на семье. Ага. То есть, в эти годы уже, два-три года я работал в семье по своей переборке. Я последний бой провел в 2015 году, а я сидел в 27. В душе я полный, полный, да. После этого я игрался. А с чем это связано? Твоя вот такая большая пауза, можно сказать? Да я залечивал через эту травму. Ага. Серьезно лечил. Я уже начал хромат. В одном интервью ты говоришь, что для тебя нет кумиров, и ты никого не ставишь на себя примером. Это с чем связано? То, что ты, похоже, уверенный в себе или же нету каких-то достойных? Да нет, почему достойных очень много. Мне очень нравятся там бои Федоровыми, наверное. Сейчас очень много того можно привести к кумирову. Но, как-то пример для меня, это наша мама. Ага. Все, я тебя понял. Три таджицких бойцов, которых ты считаешь, что они достигли чего-то? Достигали уже много ребят. Тот же Муин Гакшона, тот же Муин Гакшона, Азан Гакурок есть хороший. Фадхидин Савирок есть. Тот же Шараф Гавок Морозов. Тот же Муин Гакшона. То есть, это достойные ребята, которые... Они... Нет, знаете, вот, если честно так, если подумать, логично, да? Любой, кто приходит в зал и ашит, тот уже заслуживает уважения. Потому что человек себя отдаёт. Он не жалеет себя, он ашит. Он ход проливает. Буквально на днях ты мне сказал очень хорошую новость. То, что ты решил вернуться и есть возможность выступить. Расскажешь немножко о своих планах? Ну, есть, да, предложения есть. То есть, сейчас же турниров много, промоушенов много. Поэтому все это проводят двоих предложений много. А я вот пока полечил травму, пока там... То есть, седьмой побыл. Ну, быстро. И ты... Делать с ним много. Да. Сейчас, да, сейчас можно уже. Начал уже тренироваться, начать. Сейчас я выйду в форму, потом я буду тренироваться. Не новичок, а человек, который пришел в предложение, да, выступит в серьезном бою. Как ты думаешь, сколько ему нужно по финансам, чтобы он нормально подготовился? Ну, это смотрят, как он будет готовиться. Например, некоторые там ездят в тот же Таиланд. Они просто едят, ездят, тренируются, готовятся, приезжают. Некоторые у себя там смотрят, где они будут готовиться. А это отличается чем-то? То есть, я поеду в Таиланд, подготовлюсь и вижу у себя? Нет, в Таиланде что хорошо там, ты в режиме. Ты утром-вечером тренируешься, спеши, отдыхаешь далеко от всего. Там ты только в спорте, ты только в тренировке. Вот, еще плюс туда съезжаются все бойцы, там, со всего мира, там, самое лучшее. То есть... У тебя есть возможность с ними стоять там, послалимоваться, уже почувствовать новое уровень. А так, в своем клубе, например, ты уже со всеми перебился, ты знаешь, кто как работает, от того, чего ожидать. А ты планируешь остаться в Душанбе и подготовиться? Я пока, да, пока. Ну, физически подготовку именно в Душанбе. Ну, постановительный период. А вот как ты думаешь, почему наши атлеты, многие, да, вот уходят за границу, и там, буквально, если есть какая-то зацепка, они остаются там и начинают выступать за другие страны и подготавливаться? Ну, любые страны к неолимпийским видам спорта более серьезно относятся. То есть, для них, ну, есть, конечно, определенная разница, но они все поддерживают. То есть, возьмем ту же Россию. Там проводят, там, например, неолимпийские виды спорта, например, олимпиады неолимпийских видов спорта. Ага. Ну, есть, спорт, конечно, развивается сильно. Опять же, в интервью ты говоришь то, что в 2008 году ты пришел с золотыми медалями, и тебя почему-то здесь не встретили, как многих. Ну, тогда вот эти бои в нашей стране начали уже после 2010-го, по-моему, даже 2011-го было появляться. А ты где взял золото? В Кашкенте игрался, там, в чемпионате Азии, по-моему, файты. Приехал, и кто-то? Приехал, ну, друзья, конечно, встретили. Ну, никто даже не об этом не знал. Это потом мы уже в газетку купили. В газетку, чтобы я себе не помню. Ну, все-таки чуть-чуть обидно было. Ну, тогда да. Вообще-то, блин, мне твои эти ответы не очень понравились. Потому что они, на мой взгляд, они искренние очень. И когда ты говоришь то, что при подготовке ты себя поддерживаешь или слушаешь музыку, или читаешь книгу, или общение с близкими, с друзьями. Вот сейчас ты тоже начинаешь подготавливаться. К чему ты больше будешь придерживаться? Как ты себя будешь мотивировать? Мотивация, да? Когда ты уже назначили бой, это уже мотивация. То есть ты уже должен пахать. У меня как таково пока нет определенной даты боя. Я просто буду чистить для себя. По форме, проверить. А были ли такие моменты, когда, допустим, ты в клетке, и получается так, что, ну, все через это проходят. Ты проигрываешь, и тебе кажется, что все, блин, лучше здесь остаться, чем выйти отсюда. Что до такой степени тебе обидно или... Нет, бывает, конечно, когда... Это особенно, когда сильно готовишься. Но... Туда проигрывать, значит, не сильно готовиться. Значит, соперник больше. А там, конечно, обидно. Думаешь, вот, сколько тренировался, там, готовился. Можешь рассказать хотя парочку моментов, которые были такие? Или один момент, когда... Это всегда так. Когда проигрываешь, меньше обидный. А самый обидный момент, какой был из твоих? Не знаю, не знаю. Как ты бы не предположил тебе. А самый крутой момент, который ты сказал, то, что, блин, вот, действительно, я сделал... Ну, я сделал по максимуму, и я заслужил. Этот... Да нет. Он мне тоже не придал, честно говоря, значения. Ну, пока... Дерешься, выигрываешь. Ну, каждая победа, она по-своему сладкая. То есть, если ты выиграл ту радость определенную, ты можешь такую же радость на себя почувствовать только выиграть следующий бой. А другой такой был не был. А были ли моменты, когда ты, вот, при подготовке, знаешь, что ты уже готов во все сто? Или все выясняется после, как ты выходишь на ринг? Ну, это уже там, на ринге выясняется несколько человек. Потому что есть такие моменты, когда при подготовке человек, например, там... Не то, что при подготовке, это элементарно. Например, мы в зале стоим по 15 раундов, можно сказать, в спальне. В клетку выклоченная после первого раунда, там, первой применитки, ты не можешь даже видеть. Груки многие оказывают. Там стресс другой, а там напряжение. Стресс, напряжение, там психологическая подготовка. А может человек физически всячески быть готов, но психологически не готов. И руки также отыкают на психологическое обедение. А вот чисто по твоему опыту, что сложнее, физически подготовить или психологически? Думаю, психологически. Потому что физически ты над собой работаешь. А психологически, например, там любой, да, тем более при подготовке. Там человек, когда тренируется и теряет очень много энергии, становится даже, особенно во время диссаболки, человек становится более агрессивным. Согласен, но, думаю, психологически более сложным. Удивительно. Недавно ты был в Москве. У тебя был мастер-класс в клубе «Памир Файт». Я сейчас просто в общем говорю, вот как ты думаешь, ребята там нормально готовятся? Какие у них есть преимущества? Ребята, преимущество у мух такое. Они еще голодные. Они не видали еще больших побед. Они не выходили еще большими. Это очень большое преимущество. То есть, они берутся. Они берутся. Малых порученных. Делают себе определенный рекорд. Делают себе опыт. Но ты не видишь, они очень большие молодцы. Это про молодежь ты сейчас? Ну там в основном молодежи ты не видишь. В конце каждого сюжета у нас проходит детектор вопросов. И первый вопрос. По твоей версии лучше бояться за всю историю смешных единоборств? Счастливым. Быть знаменитым или счастливым? Счастливым. Поезд UFC или семейная часть? Семейная часть. Твоя слабость в характере или физике? Физика. Физика? Физика. Физика. Какие качества больше ты ценишь в человеке? Честность. И последнее. Что тебе больше всего нравится в бойцах? дух отлично и последний вопрос у тебя есть кумир друзья это был артур одельбеков я югорий сломбеков подписывайтесь на наш канал спасибо тебе друзья